Новый жилой микрорайон – Серебряный Бор. Казалось бы, лес, свежий воздух, уют и тишина. Однако все не так радужно. Где-то год назад, когда район начал активно заселяться, начали сдаваться новые дома в эксплуатацию, мы в том числе сюда переехали, мы столкнулись с проблемой отсутствия общественного транспорта. Сначала думали, что эта проблема временная, но теперь, похоже, затягивается решение этой проблемы. Кроме отсутствия общественного транспорта, жителей, и меня в частности, очень сильно беспокоит отсутствие тротуаров и освещения в темный период суток. В жилом комплексе живет много молодых семей с детьми и пенсионеров. Но сейчас, когда начался учебный год, дети в садик, в школу, темнеет все раньше и раньше, и люди испытывают реальное беспокоствие, даже временами стресс, потому что, во-первых, нет никакой видимости. Потому что мы сейчас идем по дороге, и нас убьют, кстати, отходи. Встречная машина нас, к счастью, не сбила. Но ходить здесь действительно небезопасно. Дорога хорошая, водители разгоняют авто до приличных скоростей. Когда едешь хоть в ту, хоть в другую сторону, люди выходят из-за поворотов, и они идут не по краю даже, где, в принципе, там ездят пешеходы, ну, как она даже не дорожка, ну, просто по земле. Они идут прямо по дороге. И более того, еще несколько раз сталкивалась с тем, что едешь уже в сумерках, плохо уже видно. Ну, молчу про то, что люди в черном ходят, да, сейчас, особенно осень, вообще людей не видно. А еще и пьяные выходят. Личный транспорт есть далеко не у всех. Сотни людей ежедневно пешком преодолевают расстояние в полтора километра по проезжей части. Каждый день, конечно, хожу. Мне и ходить надо, и, собственно, я бы не против и доехать, когда уж совсем тяжело. Зиму отжили, да, еле-еле. Конечно, тяжело, зимой тяжелее, но летом тоже жарко. Я пешеход. Сколько раз я уже падала, грязь, а там же глина, и идет машина, и не знаешь куда. И я сворачиваю, и вот позавчера я так сильно упала, а я шла в поликлинику, пришлось вернуться. Короче, я опоздала. Ну, благо, что еще жива осталась. Люди выкручиваются как могут. По возможности выручают соседи, довозят до остановки. Ведь такси на постоянной основе может позволить далеко не каждый. С просьбой решить их проблему люди в прошлом году обратились в администрацию города. Тогда ответ был следующий. Главным условием стабильной работы регулярных маршрутов пассажирского транспорта является наличие пассажиропотока, способного обеспечить рентабельность перевозок. Недостаточное количество пассажиров и, как следствие, отсутствие доходности от работы маршрутов приведет к их закрытию. Поэтому открытие заведомо убыточных маршрутов является нецелесообразным. Изменение действующих маршрутов приведет к увеличению интервалов движения автобусов, а также вызовет обоснованные жалобы со стороны жителей города. Но квартал активно расстраивается. Прокуратура тем временем встала на сторону жильцов, ведь в нашем регионе расстояние кратчайшего пешеходного пути от остановки до индивидуального жилого дома должно составлять не более 700 метров, до многоквартирного – 400. В ходе проведенной проверки установлено, что расстояние домов по улице 6 Нагорная до остановочного пункта не соответствует рекомендуемым требованиям. Доводы обращения об отсутствии тротуара, линий наружного освещения также нашли свое подтверждение. Прокуратура обязала администрацию города устранить нарушения, но в то же время надзорный орган, ссылаясь на ответ мэрии, добавляет, что поскольку бюджет города ограничен, решить проблему в этом году не получится. Добавим, прокуратура намерена принудить ответственных решить вопрос через суд. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.